с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 20 ноября всеобщий день детей в этот день 1959 году генеральная ассамблея он утверждает декларацию прав ребенка а в 1989 конвенцию о правах ребенка ежегодно 11 миллионов детей умирают не дожив до своего пятого дня рождения еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными не имея возможности для взросления жизни развития многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или излечиваемыми болезнями другие губительными последствиями нищеты невежество дискриминации насилия в этот же день отмечается день педиатра который как вы понимаете очень четко подходит к всеобщему дню детей у родившихся в этот день в 1889 году рождается эдвин хаббл один из наиболее влиятельных астрономов и космологов в двадцатом веке который внес решающий вклад в понимание самой структуры космоса 1925 год в этот мир приходит роберт фрэнсис кеннеди министр юстиции генеральный прокурор соединенных штатов сенатор который мог бы быть наследником своего брата джона кеннеди если бы не был убит защищал гражданские права и привлекал широкое внимание своими новыми идеями более известный под именем бобби резко критиковал администрацию президента джонсона за причастность к войне во вьетнаме неохотно но все-таки бросил вызов джонсонов 1968 на президентских выборах однако был убит в гостинице лос-анджелеса после победы на первичных выборах в калифорнии 1925 год день рождения мая плесецкой народной артистки ссср советской российской балерины балетмейстера хореографа педагога писателя и актрисы прима балерина государственного академического большого театра союза ссср 1927 год день рождения михаила ульянова актера театра и кино народного артиста ссср героя социалистического труда а в 1928 году рождается алексей баталов народный артист ссср кино актер режиссер лишь некоторые работы в кино летят журавли дама собачкой девять дней одного года бег москва слезам не верит дело румянцева 1937 год день рождения виктории токаревой российской писательницы и сценариста работала в детской музыкальной школе учительницы пение тогда же начинает писать прозу а в 1971 году ее принимает союз писателей ссср в 1946 году рождается патриарх московский кирилл епископ русской православной церкви с 1 февраля 2009 года патриарх московский и всея руси патриарх кирилл в миру владимир михайлович гундяев но теперь о событиях этого дня 1800 год торжественно освещен михайловский замок вместе с дворцовой церковью император павел первый въезжает в свой неприступный замок когда на стенах и потолках еще не просохла штукатурка но очень хотелось поэтому в холодные ноябрьские дни по залам и коридорам замка клубился настоящий пар придавая новому дворцу еще более зловещий вид не помогли нервы с подъемными мостами не караулы из гвардейцев через 40 дней после переезда в новый дворец курносый император был задушен заговорщиками собственной спальне 1805 год в обстановке военного времени спустя неделю после вступления в вену оккупационных войск наполеона в театр андер вин под управлением автора впервые прозвучала единственная опера людвига лан бетховена фиделию героическая опера одна из величайших творений мирового музыкального театра в своем первом исполнении успеха кстати не имела 1916 год тонет британик корабль близнец титаника он налетел на немецкую мину он уходит на дно всего за 50 минут но при этом погибает слава богу только 21 человек так как судно удалось посадить на мель 1931 год президиум цик союза ссср постановляет ходатайство президиумов цик и московского облсполкома удовлетворить и переименовать город тверь московской области в город калинин указ подписал председатель цик ссср михаил калинин и секретарь цик ссср янукидзе учитывая что днем ранее был день рождения всесоюзного старосты он как бы расписывается в получении подарка 1941 год пятое по счету снижение продовольственных норм в блокадном ленинграде жители города начинают получать самую низкую норму 250 граммов суррогатного хлеба рабочим 125 служащим детям и иждивенцам 1966 год в бродвейском театре бродхерст составилась премьера мюзикла кабаре композитор джон кендер либретист фред эб в постановке джо мастеров на следующий год спектакль был отмечен специальной американской премии тони как лучший мюзикл а в 1972 году американский танцовщик хореограф и режиссер боб фосс снимает знаменитую киноверсию кабаре получившую между прочим три оскара 1988 год премьера двухсерийного черно-белого тонированного под сепию телефильма режиссера владимира бортка собачье сердце снятого на киностудии ленфильм фильме заняты актеры евгений встигнеев борис плотников владимир толоконников нина русланова роман карцев и многие другие профессор преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняшки и совершается чудо пес начинает принимать облик человека и все это михаил булгаков 1991 год указом президента российской федерации номер двести двадцать один образован государственный комитет по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий его председателем назначен сергей шайгу 1998 год вечером в подъезде своего дома накануне выборов законодательное собрание петербурга в возрасте 52 лет убита галина старовойтова депутат государственной думы российской федерации одна из зачинателей перестроечно-демократического движения наиболее яркая последовательная и главное бескомпромиссная представительница его радикального крыла старовойтова скончалась от пяти огнестрельных ранений у дверей собственной квартиры ее помощник руслан леньков был тяжело ранен голову но выжил но еще одно событие 1990 год в процессе осуществления оперативно-поисковых мероприятий при выходе из кафе наконец задержан андрей чикатило маньяк садист жестокий убийца извращенец имя которого стало нарицательным кровавая драма которая длилась 12 лет не имела аналогов в истории криминалистики человек с высшим образованием отец двоих детей чикатило убил более 53 человек за все время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек попутно было раскрыто 1062 преступления накоплена информация на 48 тысяч человек сексуальными отклонениями на спецучет было поставлено 5845 человек проверено сто шестьдесят три тысячи водителей автотранспорта были даже использованы военные вертолеты чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года с вами был николай пивненко в проекте дата